Само приветствие настраивает казачат на победу, пусть маленькую в рамках спартакиады, в планке равнения, исторические примеры мужества и верности родине. И вот в 1791 году, во время первого завоевания Анапы от Османской империи, именно казаки сыграли решающую роль в том, чтобы отбить 8-тысячный отряд черкесов, и это помогло нашим войскам под командованием генерала Гудовича захватить мощную креплённую крепость Анапы. Представителей 25 казачьих классов приветствовал майор полиции Руслан Кононов, отметив роль казачества в антинаркотических кампаниях. Анапское казачество долгих 11 лет ведёт упорную борьбу с искорнением наркотической заразы. За это время вместе с нами, Анапским казачеством, было раскрыто огромное количество преступлений и спасено огромное количество жизней. Ребята, выбирайте здоровый образ жизни, скажите нет вредным привычкам и наркотикам, выбирайте спорт, пускай вам сопутствует во всём удача. Открыли слёт торжественно под гимн и с поднятием флагов России, Кубани и Анапы. Господин Атамак, казачата, учащиеся казачьих классов Анапского районного казачьего общества, участники селёта, посвященного 71-й годовщине освобождению Анапы от фашистских захватчиков и 100-летию начала Первой мировой войны, построены. Самые сильные учащиеся казачьих классов разделили поле соревнований на секторы. Подтягивания на перекладине, стрельба, сборка и разборка автоматов. Самым сильным и ловким организаторы «Спартакяды» подготовили призы и подарки. От Атамана Анапского районного казачьего общества Валерия Плотникова, от депутатов законодательного собрания края Николая Иванюшкина и Владимира Верстунина и от отдела по борьбе с наркопреступностью. Субтитры создавал DimaTorzok